Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин в эфире новости издательства «Время» и начну я с переиздания нескольких наших очень заметных и известных книг. Во-первых, это романы Саши Филипенко. Саша Филипенко – лауреат русской премии, финалист премии «Большая книга этого года», лауреат премии журнала «СНОП» сделан в России, а это не какая-нибудь там премия глянцевого журнала. «СНОП» – это проект, который аккумулирует вокруг себя интеллектуальные и творческие силы всей страны. Действительно, «СНОП» – это марка, и премия сделана в России, и врученная Филипенко очень о многом говорит. В частности, про роман «Травля», третье издание которого выходит на днях, поступает в продажу. Что такое «Травля»? Как говорит сам автор, это точная фотография, контрастная, подробная нашего времени. Но не только. Это еще история, которую очень легко примерить на себя. Потому что, когда ты читаешь о судьбе журналиста-сенсационщика, который надыгнул какую-то информацию про олигарха, публиковал его, подвергся гонениям страшным за это, то есть попал в ситуацию травли, ты вроде бы читаешь что-то максимально далекое от твоей обычной рядовой жизни. Но в том-то и суть, что роман написан так, что ты вот эти экстремальные, необычные обстоятельства примеряешь на себя. А ведь мы все не защищены в этой ситуации, поймите. Ты читаешь «Замиранием сердца», потому что не просто сочувствуешь журналисту с говорящей фамилией «Пятый», а потому что ты понимаешь, что это может случиться и с тобой. На любом из уровней общества существуют подобные вещи. Болезнь есть, а лекарства нету. И вот об этом «Травля». Конечно, такой роман взволновал очень многих. И выходит одновременно переиздание уже третье романа «Бывший сын», с которого началась шумная известность Филипенко. Он, конечно, был максимально известен до этого. Это телеведущий, это известный человек. Но «Бывший сын» просто перевернул представление о том, какой может быть современная проза. Это роман, ну, я не знаю, какие встречаются раз в несколько лет. Я не устаю хвалить вот те три книги, которые вышли у Саши Филипенко в издательство «Время». И, конечно, очень жду следующую, четвертую. И переиздание книги, которая теперь выходит в новой серии «Где наши не пропадали». А до этого она была в серии «Документальный роман». Это Слава Курилов «Один в океане». Здесь повесть «Побег» и другие его произведения собраны в такой маленький памятник этой исключительно необычной личности. Этой жизни, которая вот просто мелькнула кометой и, ну, всеми своими обстоятельствами от необычайно трагичной судьбы, участи, когда он, мечтавший всю жизнь изучать тропические моря, фуру и фауну, теплых вод, да, был просто невыездной. Год за годом ждал неизвестно чего, его бы не выпустили из Советского Союза. И он совершил практически невозможное. То, во что не верил ни один раз умный человек. Он прыгнул с борта теплохода, да, и три дня плыл в открытом океане. Но это только одна сторона этой книги. Если вы заинтересовались этой историей, то вам откроются и другие стороны его жизни. Вы узнаете, что он очень много лет изучал йогу и подробно, удивительно совершенно, подобрал какие-то слова для абсолютно неуловимых состояний и ощущений, описал то воздействие, которое оказывали эти упражнения и этот образ жизни на его личность, на его сознание, на его восприятие мира. Потрясающе совершенно в этом отношении был человек. Он не просто это испытал, мало ли кто там рассказывает, что он испытал. Он сумел это описать, так что это интересно. Это для меня новая какая-то грань книги, которую я открыл совсем недавно, перечитывая очередное издание, ни первое, ни второе уже, книги «Один в океане». И когда понимаешь, что есть на свете такие люди, жить становится как-то легче, потому что действительно мир безграничен и возможности безграничны, и никогда не знаешь, на что ты способен, скажем так. Слава Кулирова даже погиб не так, как дано обычным людям уйти из этого мира трагично или спокойно в окружении родных и близких в поживом возрасте. Нет, он действительно потрясающий был человек, и вот совершенно случайно оказался участником спасательной операции. Это не было запланировано, это не было его миссией. На Генесарецком озере они спасали невернувшихся со дна водолазов, и вот он нырнул и больше уже не вернулся. Это просто как Сент-Экзюпери, то есть совершенно потрясающий финал для человека, который очень много сделал для того, чтобы мы верили в себя и продолжали надеяться на лучшее, даже когда это очень сложно делать. Вот такая книга в серии «Где наши не пропадали?» «Один в океане» новое издание только что пришло. А я приглашаю вас на мероприятие издательства «Время». Ну, для начала в Тверь, приезжайте в прекрасный город Тверь, там будет книжный фестиваль с говорящим названием «Тверской переплет». Второй раз проводится это мероприятие, и там будут наши авторы. Во-первых, из Дании приедет русский Андерсон Евгений Клюев к себе на родину. Да, не удивляйтесь, он действительно оттуда, из Твери. Я надеюсь, что родина встретит его гостеприимно. И приедет наш молодой автор, это Екатерина Тимош-Польская, автор повести Митя Тимкин «Второклассник» и «Митя Тимкин. Приключения продолжаются». Эти замечательные книги уже в продаже, и мы ожидаем третью часть уже тревоги про Митю Тимкина. Веселая, жизнерадостная проза о современной жизни, о современном школьнике, об очень дружной и достаточно счастливой семье. Читайте с удовольствием. И после этого сразу же на следующих выходных в конце октября наступит третий Всероссийский фестиваль детской книги. Он будет проходить в Российской государственной детской библиотеке на Каужской площади, метро «Октябрьская». Не пропустите это событие, точнее целых три страницы событий, потому что это огромное расписание, масса авторов, все лучшие детские писатели, мастер-классы, встречи, веселые уроки и занятия, чего там только нет. И, конечно же, десятки издательств, которые представят новинки для детей и юношества в детской библиотеке. Вот такой Всероссийский фестиваль детской книги. Ну, а там уже и до нонфикшн, до выставки интеллектуальной литературы нонфикшн недалеко. Собственно говоря, и в Красноярске тоже мы участвуем. Красноярский фестиваль книжной культуры обязательно посетите, если будете в тех северных краях. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Следите за новостями издательства «Время». Спасибо.